Умницы, спортсменки и просто красавицы приняли участие в творческом конкурсе талантливой молодежи «Протокская умница». Кто одержал победу в этом состязании, смотрите в нашем следующем репортаже. Протокское сельское поселение. После городской суеты и шума кажется, что жизнь там течет медленно и размеренно. Но первые впечатления обманчивы. Здесь есть на что посмотреть, а местным жителям чем гордиться. В сельском доме культуры Протокский жизнь бьет ключом. Все мальчишки и девчонки при деле, они занимаются в кружках самодеятельности. Вокальные и танцевальные коллективы радуют своим творчеством не только сельчан, но и жителей всего Славинского района. И это лишь малая часть культурной жизни поселения. В сельском доме культуры Протокский зачастую проводятся праздничные мероприятия, концерты. И вот впервые в его стенах прошло мероприятие «Протокская умница». И это не просто конкурс красоты. Это творческий конкурс талантливой молодежи на сообразительность и находчивость, на мастерство и умение. Десять участниц боролись за право стать лучшей в Протокской умнице. Учащиеся школ, студентки техникумов и высших учебных заведений, спортсменки, отличницы – все они такие разные. Но их объединила любовь к творческой самодеятельности. По словам одной из конкурсантов Антонины Жарковой, перед началом мероприятия она сильно волновалась. Ведь сегодня девушка вместе с другими участницами конкурса в центре внимания. Сегодня у нас конкурс «Протокская умница». У нас 10 участниц, я одна из них. Я хочу сегодня победить «Протокская умница». Открылся занавес и на сцене появились конкурсантки. Все нарядные и в роскошных платьях с красивыми прическами. Зал встретил девушек бурными аплодисментами. Участницы гостей мероприятия со сцены приветствовал глава протокского сельского поселения Владимир Симоненко. Он пожелал всем отличного настроения, положительных эмоций, а участницам побед и ни капли разочарования. Конкурс прошел в 4 этапа. Первым была визитная карточка. Участницы представили себя, свои достижения и планы на дальнейшее развитие своего творческого потенциала. Впереди у меня много идей, грандиозных планов. А сейчас я стою перед вами, одна из участниц «Протокской умницы». И как бы ни завершился наш праздник, я уверена, что лучших девушек протокского поселения нет нигде. Следующими этапами конкурса были представления кубанского костюма, рассказ о своей творческой деятельности и будущем протокского поселения глазами участниц. Яркие в традиционных нарядах девушки действительно заслужили аплодисменты. Для них уже большая награда – это то, что зрители получили массу положительно заряженных эмоций. Жюри было нелегко оценивать конкурсантов, ведь каждая из них достойна стать протокской умницей. Девочки наши очень серьезно готовились. У них большая группа поддержки и болельщиков. За ними стоят семьи, за ними стоят целые улицы, целые хутора. У каждого из них были свои консультанты, специалисты. Шли очень долгие репетиции. То есть это не формальное, не просто какое-то проходное мероприятие, а серьезное, значимое событие в жизни детей нашего и юношества, нашего поселения. Это очень здорово, когда молодежи, детям есть чем заняться, есть чему поучиться друг у друга, есть о чем интересным, значимым пообщаться. По итогам конкурса были объявлены победители. Третье место заняла Наталья Григоренко, ученица школы номер 43. Второе место Анжела Армеева, студентка Южного института менеджмента города Краснодара. А победное первое место заняла студентка Кубанского государственного аграрного университета Наталья Черненко. У девушек в дальнейшем разный жизненный путь, но все они выросли в одном уютном поселении и любят свою малую родину. Постоянные репетиции, предконцертные волнения, тревога на сцене – все это уже позади. Конкурс «Протокская умница» доказал – протокскому сельскому поселению есть что показать. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, Михаил Варгулев, программа «События».